Привет! Как дела? Недавно одна из моих любимейших актрис Камерон Диэс родила дочку, впервые став мамой в 47 лет. Для меня это выглядит как подвиг. Да, актриса изначально представляла себя как child free и долго сомневалась, хочет ли она вообще иметь детей. Я увидела её впервые в 2012 году на премьере фильма «Что ожидать, когда ждёшь ребёнка». Именно там она играла беременную женщину и почувствовала себя в роли мамы. И ощутила все обязанности, заботы, которые падают на плечи мамочек, когда в доме появляется ребёнок. Камерон Диэс я узнала впервые по фильму «Маска», где играл Джим Керри. И она там играла небольшую эпизодическую роль. Просто душка, просто лапочка. Я вот сегодня именно в жёлтый оделась, потому что для меня это всегда был таким солнечным, ярким и жизнерадостный человек. Всегда улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. Всегда, когда я её видела, у меня поднималось настроение. То есть лёгкий, солнечный человек. Я её и так и назову. Солнышко. И вот когда я услышала о том, что в Лондоне состоится премьера фильма «Что ожидать, когда ждёшь ребёнка», «What expect when you are expecting», я решила, почему бы не попробовать попасть на красную дорожку премьеры этого фильма. Ну, я уже рассказывала, что это в принципе можно сделать для людей, которые в данный момент находятся в Лондоне или проживают в Лондоне, и имеют свободное время для того, чтобы постоять несколько часов, прежде чем вас запустят в эту область. Ну, как попасть на премьеру фильма, я уже рассказывала вот в этом ролике. И вот, имея уже некий опыт, я тогда уже была на премьере фильма «Военный конь», где были Кембриджи. Была на премьере фильма «Африканские кошки», где также присутствовали Кембриджи. И несколько других фильмов, по-моему, Анна Каренина я уже посетила к тому моменту, хотя, может, она была позже. В общем, обо всём этом я тоже буду рассказывать постепенно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. А сегодня вот о премьере фильма и красной дорожки «Что ожидать, когда ждёшь ребёнка» и о моей любимой актрисе Камерон Диэз. Видимо, как раз снимаясь в этом фильме, она полностью осознала и ощутила, что рождение ребёнка — это огромная ответственность, и это полная несвобода твоих физических действий, твоих любых действий, которые бы ты хотел и мог бы совершить, не имея ребёнка. Может быть, поэтому она стала иконой child-free мамочек, которые пропагандировали себя, что никогда в жизни у них не будет детей. Но постепенно жизнь меняется, сознание у человека меняется, она пришла в гармонию с самой собой. И так вот получилось, что к 47 годам родила первого ребёнка, дочку, которую назвали Redix. 22 мая 2012 года, узнав о том, что в этот день будет премьера в BFI IMAX Cinema, я уже не помню, где я была в тот момент, но я пришла в середине дня, где-то в час или в два специально посмотреть, есть ли там возможность вообще как-то попасть. И для того, чтобы попасть в этот кинозал, там надо спуститься в тоннель, в подземный паркинг. И спускаясь в этот паркинг, я увидела, что стоит очередь, очередь кого-то и зачем-то. Я так поняла, что это как раз на премьеру очередь. Ну, я подошла, спросила, кто последний и зачем стоим. Ну, и они сказали, да, на премьеру, будут пускать скоро. И я решила, так как я специально пришла туда, я там простояла один или два часа, после чего нас начали запускать, пока нас там запускали, потом нас там развлекали. В общем, в общей сложности прошло 3-4 часа, и гости начали прибывать. Естественно, Камерон Диас играла не одна в этом фильме, там было 5 пар, которые ожидали ребёнка. И среди них также была и Дженнифер Лопус. К сожалению, Дженнифер Лопус на тот момент не могла приехать в Лондон и на премьере не присутствовала. Зато я видела и режиссёра картины, и других актёров, которых я не знала, но очень многие люди, особенно туристы, там испанский какой-то актёр был, приходили, чтобы посмотреть именно этих актёров, а не кого-то другого. Я же ждала Камерон Диас. Конечно, Камерон Диас как звезда появилась самая последняя на красной дорожке, и она мне показалась такой высокой. А недавно посмотрела, её рост оказывается 1,74 м, всего лишь на 1 см выше, чем я. А для меня она показалась... Ну, может быть, она была на огромных каблуках, я что-то не заметила, не обратила внимания. Вся такая в белоснежном костюме, чёткая, красивая, ну и как всегда со своей впечатляющей улыбкой. Помимо этого туда приехала ещё и знаменитая британская певица Шерилл Кол, тоже в белоснежном длинном платье. И они вместе, такие две белоснежки, прошли как раз к фотографам, рядом с которыми я стояла, и попозировали им. И я засняла этот момент, и прямо вот они рядом со мной стояли обе, такие красавицы, такие... В общем, впечатлила меня эта красная дорожка до сих пор, не могу забыть. Камерон Диас очень позитивный, очень энергетически цветущий и пахнущий человек. Так что вот, на такие красные дорожки можно попадать любому жителю Лондона, ну а также туристам, которые специально едут посмотреть премьеру фильма, где участвуют их любимые актёры. Так что не теряйтесь, если вы собираетесь на какую-то премьеру, будьте готовы потратить на это целый день, зато вы увидите всех, кого вы мечтали увидеть, и даже есть возможность взять у них автографы и даже просто перемолвиться пару слов. Все мировые звёзды очень хорошо общаются с фанатами, со своими любимыми зрителями. Так что дерзайте, и всё у вас получится. Пока на этом всё, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok